Большая часть приезжих даже не догадывается о том, что после переезда на юг они станут объектом ненависти со стороны местного населения. Кубанцы враждебно настроены к приезжим и не взлюбили их. Так ли это, разберемся в этом видео. Если вы никогда не слышали слова кубаноиды или панаехи, то поздравляю вы в числе тех несведущих, а значит самое время узнать, кто это такие на современном интернетовском сленге. Причем данные термины считаются достаточно оскорбительными для обоих категорий. Кстати, не забудь поставить лайк, тебе не сложно, а мне приятно. На самом деле все эти оскорбления встречаются исключительно в интернете. Ни один нормальный человек никогда в лицо тебе не скажет, что ты кубаноид или панаех. Причем в интернете даже любое упоминание о переезде на юг вызывает сразу шквал негативных эмоций. Ну что я им сделал такого? Ведь я еще даже не переехал, спросите вы. Причем достаточно просто возжелать переехать на юг, как откуда я ни возьмись. Появится куча агрессивно настроенных людей, которые будут скрываться за чужими аватарками, за чужими именами, начнут оскорблять тебя и говорить, что ты панаех. При этом они не забудут сказать, что вам тут медом не намазано, где родился, там и пригодился, оставили предков. На самом деле администраторы групп ВКонтакте специально разжигают ненависть и тем самым поднимая активность. А люди, которые вот так вспыхивают, они сразу делятся на две категории, на кубаноидов и на панаехов. Поэтому давайте по порядку разберемся, почему приезжие могут стать объектом травли и какие причины есть для того, чтобы кубаноиды, собственно, так негативно относились к ним. В глазах кубаноидов панаехи – это не самые законопослушные граждане, которые приехали с Урала, Сибири, с Дальнего Востока или из Москвы. В большинстве своем панаехи очень наглые. Они строят свои порядки, не уважают обычаи. Именно они променяли свою родину и забыли предков. Помимо прочего, именно панаехи рожают детей и занимают места в школах и садиках, устраивают вечные пробки на дорогах, а также толпятся в переполненных маршрутках и трамваях. Именно из-за панаехов не хватает работы, выросла преступность, влетели цены. Панаехи просто заполонили города, из-за чего в них стало жить очень некомфортно, то ли дело 10 лет назад. Панаехи, ненужные у себя на родине или накосячившие там, они просто сбегают от трудностей и едут на юг. А для чего они едут? Они едут в поисках лучшей жизни. И все им просто обязаны за факт их существования. Панаехи, кого не послушай, всем на Куба неплохо, но никто не хочет возвращаться назад. По мнению кубаноидов, панаехи перевозят сюда всех своих друзей, родственников, образуют кланы и тем самым противостоят кубаноидам. Конечно, это все шутки. На самом деле ненависть к приезжим может быть весьма обоснованной. Но факт остается фактом, чтобы перебраться, жить в другой регион, неважно, на Кубань, в Москву, в Петербург, нужно решиться на переезд. А это может не каждый. И, как правило, переезжают сюда не самые глупые люди, которые, во-первых, имеют средства для существования. Они могут купить здесь недвижимость, у них есть высокая квалификация для того, чтобы быть конкурентоспособными. К тому же, такой большой поток приезжих, он нагружает инфраструктуру городов. И у нас не каждый город в России способен справиться с такой нагрузкой. Это действительно беспокоит местное население. Но, согласитесь, это уже вопрос не к приезжим, а к администрации города. Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, сталкивались ли вы с враждой между местными и приезжими, и что было причиной. Что касается реальной жизни, то вражда между местными и приезжими тоже существует, но она имеет скорее бытовой характер. Об этом у меня уже было видео, вы можете перейти по подсказке, чтобы посмотреть этот сюжет, где приезжие сами рассказали, с чем им пришлось столкнуться в отношениях с местным населением. Прижиться на новом месте не всегда легко, особенно если ты пытаешься устанавливать какие-то свои правила, если ты ведешь себя недружелюбно, если ты отгораживаешься от своих соседей трехметровой стеной. Я считаю, что все достаточно просто. Как ты относишься к людям, так они и к тебе относятся. Хорошо, с пананехами все понятно, но какие претензии могут быть у приезжих к местным? И здесь в ход пускается тяжелая артиллерия. Кубаноид. Полная противоположность панаеха. И попрошу вас не путать с кубанцами и краснодарцами. Кубаноид это сугубо оскорбительное слово. Кубаноид это человек, который имеет предрасположенность к лене, к тунеядству, и он живет на юге России. Он всегда негативно относится к новым соседям или приезжим. Кубаноид позволяет себе заискивать или улыбаться в глаза, а за спиной проклинать и делать не самые лучшие поступки. Он просто ненавидит вздыхов, хотя они и позволяют ему не работать. Кубаноид очень завистлив. Он хочет обмануть и нажиться при первой же возможности. Понаехали тут. Это первое, что ты услышишь от кубаноида. Кубаноид обычно жалуется на то, что от приезжих не стало житья. И пока они сидели в Сибири своей на попе ровно, то в их городах было все прекрасно и спокойно. Кубаноид очень часто любит совать свой нос не в свои дела и руководствуется фразой «где родился, там и пригодился». Теперь вы поняли, кто такие кубаноиды и понаехи, и почему между ними постоянно вспыхивает вражда. На самом деле адекватные северяне и адекватные южане, они вполне себе уживаются вместе. И отвечая на поставленный в начале видео вопрос, можно сказать, что как таковой ненависти у кубанцев к приезжим нет. Конечно, недопонимания могут возникать, потому что менталитет южан и менталитет северян, они абсолютно разные. Но нужно помнить всегда, что как плохие, так и хорошие люди, они есть везде, независимо от того, где ты родился. И хочу сказать напоследок, что человек всегда должен оставаться человеком, независимо от того, где он живет или откуда приехал. Было интересно? Тогда поддержи этот канал лайком и подпиской на канал. И обязательно оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!